Тяжелоатлетические соревнования в его послужном списке. Тяжелоатлетические соревнования в его послужном списке. Тяжелоатлетические соревнования в его послужном списке. Давайте проследим за карьерными выступлениями Андрея Диманова. Хотя у него сегодня задача на самом деле очень непростая. Это не только связано с соперниками, это конечно же связано с его формой. Но прежде всего это связано с тем, что он выступает дома. Он понимает, что здесь от него совсем не ждут ничего, кроме как победа. И на самом деле, насколько он справится с собственным состоянием, это самый большой вопрос. Андрей Диманов за два часа до начала соревнований, как и все участники соревнований в этой группе, собрался вот в этом узком коридоре баскет-холла и проходил традиционное взвешивание. Понятно, что есть, кстати, в этой весовой категории один спортсмен, который завесился ровно 94 килограмма. 0-0-0. Вот, что называется, идеально вписался в установленную квоту. Вес Андрея Диманова 93-90. Но мне кажется, что сейчас вес не самое главное. Конечно, он может стать определяющим под занавес соревнований. Но сейчас что гадать, как говорится. Я предлагаю, прежде чем мы вспомним Андрея Диманова, и имеется в виду, что прежде чем мы услышим Андрея Диманова, с ним пообщался наш корреспондент Андрей Леонов две недели тому назад на сборах в подмосковном Чехове. Вопрос, который я задавал Андрею уже однажды. Ну, как ты думаешь, Диманова выступать дома или выступать где-нибудь за границей? Как удачнее или неудачнее на твой взгляд? Да, лучше дома, конечно. То есть ты бы, вот если бы ты был бы Андреем Димановым, ты бы однозначно говорил дома, и вот это вот внимание к тебе, как к местной звезде, как говорится, да, оно тебя только подхлёстывало, добавляло какого-то куражу дополнительного. Ну, конечно, проиграть здесь в таком случае очень будет стыдно. Дома, тем более, с подготовкой, ну, тем более. То есть для тебя ответ однозначен – дома и всё. Да. Жаль, что Андреевич Меркин у ни на одном чемпионате Европы и чемпионата мира не удалось выступить дома, потому что ни один подобный турнир в России, начиная с 83-го года, не проходил. Итак, слушаем Андрея Диманова. Если знаете, что чемпионат Европы будет проходить в казанском баскетболе, где играет баскетбольный уникс казанский, доводилось ли бывать на играх команды или вообще, может быть, в этом зале? Нет, мне, к сожалению, не приходилось там бывать. Этот зал достаточно новый, недавно построен, потому что у нас очень сильно развит баскетбол в Казани. Вот, но думаю, что побываем там на выступлении. А какой, может быть, вид спорта, ну, соответственно, кроме тяжелой атлетики, вас интересует победник, как действующие спортсмены, как болельщики, просто передовой болельщиками? Футбол начал смотреть совсем недавно. Так баскетболом интересует, хоккей тоже, игровые виды. Как раз-таки в казанском баскетболе, он внести 7 тысяч зрителей, и это абсолютно бесплатные билеты. Как думаете, в Казани, в общем, спортивный город, будет ли заполнены все трибуны, можно ли ожидать мощную поддержку от болельщиков? Я думаю, что можно, потому что сейчас в Казани вплотную занялись рекламой этого чемпионата. Средства очень большие выделены на проведение. Так что думаю, что будет очень много зрителей. Также из других регионов многие там планируют приехать, посмотреть, потому что нечасто удается другим людям, которые интересуются тяжелой атлетикой, посмотреть чемпионаты Европы, мира своими глазами, а не по телевизору. А здесь Казань рядом, недалеко от Москвы находится, поэтому будет очень много народу. И надеюсь, что всем понравится. Как думаете, чемпионаты Европы, чемпионаты мира, те соревнования крупного масштаба, которые проводятся именно в нашей стране, они способствуют развитию тяжелой атлетики в нашей стране? Могут они привлечь детей с иного возраста заниматься именно вашим видом спорта? Я думаю, конечно, да. Потому что раньше были такие легенды, что детей не отдавать в тяжелую атлетику, они не вырастут, еще что-то в этом духе. Но это совершенно противоположно. Потому что люди приводят, у кого там со спиной не в порядке, какие-то травмы, и наоборот штанга из них делает таких красавчиков. То есть у них выпрямляется позвоночник, у них улучшается здоровье. Так что я думаю, это будет являться поляризацией. Ну, в Татарстане тяжелая атлетика сейчас подъем такой испытывает. Как бы хватной уже не лезь. Началось отношение хорошее со стороны Министерства спорта. Вот, Федерация, как бы, сформировалась полноценная уже. Мне кажется, что вот просто разговоры о Казани и о том, что хорошо или плохо проводить тяжелые атлетики подобные турниры в России, я думаю, что ответов нет, просто не бывает. Ну, это так, к слову. Послужной список Андрея Диманова сложный. Андрей, когда-то он начинал на первом юниорском чемпионате мира и получил нулевую оценку в 2005 году. Затем на взрослом чемпионате мира, в 2007 он был четвертым. И потом был чемпионат Европы 2008 года, где Андрей Диманов, будучи очень хорошо готовым, стал вторым. Это была первая европейская медаль. Понятно, что он не попал в олимпийскую команду в 2008 году, но сразу после Олимпиады на чемпионате Европы он был и получил еще одну европейскую медаль. Стал бронзовым призером. Потом дважды он был на чемпионатах мира, был пятым и четвертым, соответственно. У Андрея Диманова по готовности всегда все очень хорошо. Но у Андрея Диманова чаще на выступлениях он иногда сталкивается с проблемами. Как ты думаешь, можно это оттренировать? Можно научиться хорошо выступать в борьбе, Андрей, или нет? Это больше связано с областью психологии. Да, это с нервной системой. Да, это с нервной системой. Удержать все свои эмоции, все в своих руках, чтобы не расплескать все то, что ты заготовил на сборах, и донести это до помоста в разминочный зал. И там уже все это, проявить себя именно на помосте. Ну да, но ты понимаешь, когда у тебя даже дома были соревнования, я, конечно, тоже с этим сталкивался. Ты замыкался последнюю неделю перед соревнованиями вообще ни с кем не общался, не встречался, пытался быть вот так вот закрыт от мира или нет? Потому что наверняка Андрей то же самое столкнулся здесь, в Казани, с постоянными проблемами, потому что он понимал, что ему нужно эти эмоции сохранить на сегодняшние соревнования. Ну, конечно же, на него возлагали большие надежды местные, как бы структуры, и вообще, я думаю, что ждут от него того, чтобы победы, чтобы порадовать своих болельщиков. И он сам, я думаю, что этого ждет. Ну, я думаю, что без волнения тут не обошлось. Ну, увидим, как он сегодня себя проявит, как покажется, на что он готов. Андрей Диманова тренирует олимпийский чемпион 80-го года Николай Колесников. Ну, и, конечно же, буквально полчаса тому назад Антон Леонов пообщался с Николаем Колесниковым. Николай Алексеевич, ну, скажите, для вас этот чемпионат родной, домашний, как и для Андрея, скажите, это плюс или минус для спортсмена? Я думаю, надо гораздо шире брать. Сегодня это не только чемпионат Европы для татарстанцев, это для всей России, потому что мы все знаем, что в Российской Федерации более 30 лет не проходило таких аналогичных соревнований, поэтому, я думаю, это такой праздник для всех любителей тироатлетики Российской Федерации, в том числе, конечно, и для нас. Татарстанцев. А если брать именно с психологической точки зрения, это будет дополнительная нагрузка выступать при родных трибунах или, наоборот, родные трибуны будут гнать вперед, Андрей? Я думаю, что, конечно, это дополнительная нагрузка, потому что мы все живые люди, прекрасно понимаем, что вот такая вот аура, которая родная, что ли, иной раз он, ну, по-всякому бывает, по крайней мере, я думаю, это посложнее к какой-то степени. А может, кому как, кому-то, может быть, легче будет это. Ну, время покажет. Что касается подготовки, знаю, что очень долго готовились, проводили сборы и так далее. В каком сейчас функциональном состоянии находится Андрей? Не тревожит ли его какие-то болячки, может быть? Ну, все готовились в составе сборной команды России централизованно, поэтому здесь, конечно, все зависит от главного тренера. Главный тренер формирует команду. Я думаю, что у нас в российской сборной команде страны те атлеты, которые не готовы выступать, и, как обычно, в команду не попадают. Если, значит, включили команду, значит, да, атлет достоин выступать за самое хорошее место, скажем так. Спасибо большое. Сейчас мы ни в коем случае не говорим о каких-либо прогнозах. Давайте просто посмотрим на соперников Андрея Диманова. Соперники, на самом деле, непростые. Здесь, прежде всего, и Геварик Пагасян, который был чемпионом Европы в 2009 году и перешел в более тяжелую весовую категорию. Здесь и Анатолий Кирику из Молдавии, который был бронзовым призером чемпионата Европы прошлого года. Но есть еще и молодые ребята. И Ауримас Дицбалис, который блестяще провел последний год в юниорском возрасте, потому как он выиграл и чемпионат мира среди юниоров, и чемпионат Европы среди юниоров. И фактически сейчас, когда он в этой весовой категории впервые на чемпионате Европы взрослым, он один из, что называется, фаворитов в этой ситуации. Здесь есть и Томас Жилинский из Польши, который был бронзовым призером чемпионата мира. 2009 года в весовой категории до 85 и перешел в категорию до 94. Так что, мне кажется, что сбрасывать со счетов соперников Андрея Диманова ни в коем случае сегодня нельзя. Это на самом деле ребята очень непростые. Например, Давид Матам-Матам из Франции. Мы видели вчера француз Хенекен добрался до бронзовой медали. И, в принципе, они здесь на этом чемпионате готовы очень неплохо. Я не уверен, что Хосе Наварро вмешается в спор с Андреем Димановым. Но вот Евгений Братан из Молдавии вполне может попробовать. Он очень опытный спортсмен. У него были и взлеты, и падения. Видите, он однажды в 2007 году был третьим. Конечно, он выступает неровно, но как он готов сегодня. А вот один из двух представителей молодого поколения. Всего лишь 20 лет. Томаш Жилинский из Польши. Но, соответственно, Томас Жилинский очень опасен. Андрей, ты оценивал соперников, смотрел протоколы. Как ты думаешь? Знакомые фамилии, все узнаваемые уже. Мы их уже не один чемпионат Европы и мира наблюдаем. Так что, вот, как сегодня я узнал, что некоторые устали гонять и перешли в более тяжелый вес. Да, это всегда очень опасно, на самом деле. Потому что, если действительно усталость гонять и переход в другой вес, это означает, что они сейчас после перехода чувствуют себя достаточно комфортно. Им как-то, иначе у них легко и идет. Помнишь, как, ну, это другая аналогия, но Валентина Попова выступала на Олимпиаде в 63 в 2000 году, а потом перешла в 69 и сразу стала чемпионкой мира, побила все мировые рекорды, все на свете. Понимаешь, потому что этот переход, ей наконец-то стало комфортно в этой новой весовой категории. Вот я боюсь Дизболиса, боюсь Жилински. Вот на самом деле боюсь их ребят. Ну, опасаться, конечно, нужно, но не до такой степени. Но верить надо в лучшее. То есть ты считаешь, что в этой весовой категории гораздо больше все зависит от Андрея Диманова? Я думаю, что да. Думаю, что та сумма, которая заявлена на сегодняшний момент, я думаю, что это нормально, приличная сумма, начальные веса хорошие. Если все будет так, пойдет дальше, я думаю, что будет все хорошо. Ну что ж, спасибо большое. Мы с Андреем Шмеркиным в коем случае с вами не прощаемся. Мы разворачиваемся лицом к залу, потому что пора приступать непосредственно к соревнованиям. Итак, весовая категория до 94 килограммов. И буквально через 15 секунд испанец Хосе Наварро выйдет на помост для первого подхода к штанге весом в 150 килограммов. Андрей Диманов для старта заказал 170. Разрыв, конечно же, есть 20 килограммов. Но выход Андрея Диманова будет, я думаю, что минут через 15-20, не раньше. И вот как раз Хосе Наварро уже на помосте. Обещанный мной вес 150 килограммов. И первая попытка. И первая попытка. И Хосе Наварро начинает выступление в этой весовой категории сразу же с ошибки. Подобные бывают редко. При том, что Хосе Наварро, по большому счету, не спорит за медали. И здесь ошибаться первым подходом бывает очень-очень-очень нечасто. Из тех, кто, какие веса заявил. Вот из этих двух молодых ребят, Дицболис и Жилинский. Начинать будут, соответственно, 165 и 160, судя по предварительной заявке. Посмотрим. Геворик Погасян, чемпион Европы 2009 года. И Анатолий Кирику из Молдавии. Начинать будут столько же, сколько Андрей Диманов. Все 170. Евгений Братан начнет 165. Вот такой расклад. Так что, я думаю, что Хосе Наварро единственный в этой весовой категории, который попал в группу сильнейших. И практически в борьбе за тройку не принимает участие априори с первого подхода. Ну, он сейчас быстренько отстреляется. Да. Наш извечный спор, сколько атлетов должно быть в группе сильнейших, в данном случае очень будет недолг. Потому что только один Хосе Наварро, который не претендует на медали, все остальные собираются бороться за попадание в тройку. Имеют шанс. Да, имеют шанс. Спасибо. Я вот смотрю, многие атлеты выходят с символикой олимпийских колец, статуировкой. Видно, Олимпиада в Пекине далась, я не знаю. Да, Хосе Наварро там, кстати, наступал, был десятым. Но это вот еще тема для того, чтобы поговорить о политических решениях. Потому как Международная Федерация и Олимпийский комитет имеют такую программу по расширению географии представленных на Олимпиаде спортсменов. И существуют разные хитрые системы отбора, в которых не участвуют такие страны, где тяжелоатлетика развита. Вот Испания к таким странам не принадлежит. И что делал Хосе Наварро с такими результатами на Олимпиаде, для меня загадка. При том, что как происходит отбор в российской тяжелой атлетике на Олимпиаде, по уровню спортсменов Хосе Наварро в России, я думаю, что можно было найти человек 150. В Китае человек 300. Да, и еще вот... Ну, это игры в большую спортивную политику. И они считают, что это правильно. Мне кажется, что с точки зрения спортивного принципа, это абсолютная чушь. Да, но если исходить из того, что чемпионат Китая длится, кто-то мне сказал, что ли, 90 дней, что ли. Ну, это шутка, да, я думаю. Почему? Вот столько народу занимается в Китае, там, ну, на такую, конечно... Страну большую, там, я думаю, что так она и есть. У нас здесь есть эксперт в зале по китайской тяжелой атлетике, поскольку они, в принципе, очень закрыты. И, как правило, никого к себе не подпускают. Но я уже говорил, там, есть такой американец Бат Черниго, который фанат тяжелой атлетики. И он там присутствует на каждых соревнованиях, сам снимает, потом делает какие-то там свои архивы, там, подбирает. Так вот, не то, что любитель статистики, а он пытается с каким-то научным подходом подходить к системе подготовки и к выступлениям в том числе. И он не пропускает чемпионаты Китая на протяжении уже многих лет. Там, конечно, 4-5 групп в каждой весовой категории. Это норма для чемпионата Китая. Но у них же чемпионат Китая происходит еще... Сначала проходят чемпионаты провинций, где они отбираются для попадания на китайский чемпионат. То есть у них там еще своя система отбора дополнительная к китайскому первенству. У нас, кстати, и специалистам по Китаю, конечно, не глядя был, очень крупные специалисты. Но, по большому счету, он и в свое время, работая в Китае и приглашая в Советский Союз китайских специалистов, он, по большому счету, и передал им основы школы. Потому что, если посмотреть с точки зрения выступления и техники, китайская школа, честно говоря, очень и очень напоминает такие азы правильной советской школы тяжелой атлетики. Она... Вот китайские спортсмены, они с точки зрения техники очень чисто выступают, как российские, например. Очень быстро учатся. Ну, при такой конкуренции, конечно, приходится учиться. Давид Матам-Матам. Бывший выходец из Камеруна, который перебрался во Францию, случился тоже давно. Был на Олимпиаде, получил там нулевую оценку в Афинах. Но он на Олимпиаде был. Последний год Давид Матам-Матам не может похвастать результатами. Но помним вчера Андрей Хенекен из Франции тоже не очень успешно выступал в рывке. Но толкал, отключился в толчке. Да, толкал и в конечном итоге затолкал бронзовую медаль в сумме. А это на самом деле очень было ему непросто. Конечно же, вчера все-таки Апти Аухадов и Алексей Ювкин были главными героями того праздника. Но и Хенекен был третьим. Две минуты считает секундомер Давиду Матам-Матам. На штанге весом 160 килограммов после первого неудачного подхода. Ну вот сегодня нельзя сказать, что сегодня российский такой-то сам бомон здесь. То есть здесь все так... Бомон с точки зрения участников? Ну да. Но у Диманова очень непростая ситуация. Ему нужно будет играть и бороться. Знаешь, это не открытый чемпионат России, как вчера. Да, как крестил. Вот так. Ты знаешь, мы с тобой говорили до соревнований. Я считаю, что Андрею Диманову перед ним стоит вдвойне сложнее задача, нежели перед любым другим российским участником вот этого чемпионата. Потому что он дома и потому что вон там сидят его родители, там вот здесь сидят наверняка его приятели, знакомые, которые пришли смотреть, как он выиграл. У нас же он это прекрасно понимает. И вот насколько он сможет абстрагироваться от этого, насколько он сможет все это там из своей головы выкинуть, понимаешь, да, вот это и самая главная задача у Андрея Диманова. Я уж не говорю о том, что сейчас и представители власти Татарстана, которые тоже Андрею Диманову очень-очень важны, также в зале. Вип-ложу пополнилось большим количеством важных людей. Кстати, я вот заходил в вип-ложу и смотрел на девчонок, как выступали. Ну так, необычное ощущение. Обычно смотришь, болеешь снизу, а то как бы сверху и все как на ладони. Андрей, обрати внимание, Томас Жилинский. Первый подход – это польский юниор, один из двух, о которых мы говорили. С одной стороны юниор, с другой стороны в 2009 году он уже успел выступить на чемпионате мира, взрослом чемпионате мира в категории до 85. И стал третьим, сейчас который перешел вот в эту категорию до 94 килограммов. Начинает он в принципе мало, 161. Как ты считаешь, насколько подходов еще сможет сработать Томас Жилинский после этой попытки? Ну я думаю, что запас есть. Судя по первому подходу, или второй у него был. Это первый сейчас, 161, да. Мне кажется, запас есть и запас достаточно приличный. Понятно, что должны аккуратничать польские тренеры, отправляя первым подходом 20-летнего атлета на не самые большие веса. Ну я думаю, что опытные тренеры, там команда опытная уже. Ну да, поляки, они принадлежат к тем странам, где тяжелая атлетика на высоком уровне. Они понимают, что делают. Они не ошибаются, и они делают, с точки зрения тренерских позонов, себя все очень правильно и грамотно. У них в этой категории, по-моему, выступал Симон Калецкий. До сих пор рекорд Симона Калецкий, по-моему, 202, да, он толкал? До сих пор он считается мировым рекордом в этой весовой категории. Кстати, и 188 в рывке, это тоже рекорд Симона Калецкий. Евгений Братан из Молдавии, 165 килограммов. Евгений Братан из Молдавии. Евгений Братан из Молды. Ну, видишь, какая четкость выступлений Евгения, братан. При том, что он получал нулевые оценки то в рывке, то в толчке. Не то, что, знаешь, у него есть какое-то там нелюбимое упражнение, где он все время ошибается. Ну, так варьирует. Давид Матам-Матам. Ну, смотри, Давид Матам-Матам сорвал первый подход 160. А сейчас 165 с третьей попыткой. Вот если бы он так вырвал, идя на первое место, я думаю, что обязательно не засчитали. А так, видно, посмотрели, думаю, ну ладно, нисхождение сделаем. Ни на что не претендуем. Вот здесь на этом повторе должно быть хорошо видно, да? Угу. Такое ощущение, что он остановился на полдороги, выполняя травок. Ну, в принципе, 5 килограмм добавили, вот дальше пошли. Ну, сейчас уже близко. На самом деле, если Андрей Диманов и главные участники в этой весовой категории будут начинать 170. Кстати, перенес юниор из Литвы 171. Тяжело уже. Ну, да. В этой категории долго за нашим страном ступал Алексей Петров. Довольно-таки успешный. Вон сидит в зале. Находится здесь у нас в качестве почетного гостя. Вообще участвует в организации соревнований в Волгограде. Работает в администрации. Придет, можно сказать, спортивной жизнью. Продолжает. Но я думаю, что в зал все-таки он не заходит. Ну, он выглядит нормально. Нет, ну да, он так. Он держит себя в форме, да? Да, в форме держит. Вообще, на протяжении многих лет категория 94, это была, видишь, категория Алексея Петрова, на самом деле, в России. Это было почти лет 10, да? То есть с 96, с 93 года, там категории же менялись, но в 93 году, по-моему, Алексей Петров, в 95 году он первый раз выиграл перед Олимпиадой. Потом в 96 году приехал на Олимпиаду, выиграл Олимпийский турнир. И затем уже поменялись весовые категории. И здесь уже Петров обосновался в 94 и вплоть до Сиднейской. До Афинской, да. Почти до Афинской Олимпиады. До Афинской, да. Да, он был там. Томас Жилинский. Третий подход, 168. Томас Жилинский турнир. Ну что ж, вот уже и 170. Диманов перенес на 171. Четыре атлета. Погасян, Диманов, Кирику и Дизболис. Начинают свою борьбу за медали. Евгений Братан имеется еще два подхода в рывке. Первым, видите, из этой компании на помосте уже Анатолий Кирику из Молдавии. Ваши оценки, господин Шмеркин. Немножко потрясло. Вот так. Немножко потрясло. И там был третьим. Видите, сегодня так. Первый подход сложный для Анатолия Кирику. Но, в любом случае, он один из соперников Андрея Диманова. Вторая попытка Евгения Братан из Молдавии. Тот самый, который очень любит получать нулевые оценки на разных турнирах. Ну, сегодня пока четко. Два подхода, два зачета. 165 и 170. Ну, уже хорошо. Посмотрим, что будет еще в толчке, конечно же, у Евгения Братана. А вот, мне кажется, один из наиболее опасных соперников Андрея Диманова. Перешедший в эту весовую категорию 94. Молоримос Дицболис. Который в 2010 году уже в этой категории 94 килограмма. Выиграл юниорский чемпионат Европы и юниорский чемпионат мира. Впрочем, был он и на взрослом чемпионате мира. Там показал восьмой результат. Но его результаты это уже зафиксированы на разных соревнованиях. Он в рывке, у него было 178. На чемпионате мира, кстати. И толкал он 216 на юниорском чемпионате Европы. Сейчас прошло полгода. Такой немножко на шляка похож молодой человек. Ну да. Ты знаешь, вот старший тренер литовской сборной, Вишняоскас. У него и сын, который... Это очень экстравагантная личность. Я всегда для лягов на спортсмена в Латвии сразу вспоминаю этого человека. В Литве, да, да. Ну что ж, вот Андрей Диманов. Первая попытка. 171 килограмм. Он сам родился в Болгар. Недалеко от Казани. Но несколько лет со всей семьей перебрался в Казань. Здесь живет. Тренируется. И первый подход мажет. Андрей, вот безусловно, 171 килограмм. Это по силам Андрея Диманова. Вот посмотри сейчас на повторе. Да, но остается она немножко впереди у него. Смотрим. Вот. Даже как бы он нормальное все вырвал. Но... То есть это техническая ошибка, безусловно. Но... Что с ней делать? Да, впереди остается. Но вот у него это бывает такое. Нет, я считаю, что все, что было у Андрея Диманова, все это было совсем в других странах, в других континентах. Понимаешь же, здесь все-таки он сейчас дома, он в Казани. Он здесь... Я уверен, что к этому чемпионату он готовился как ни к какому другому. Подзакуражиться надо. Так-то легко снимает. Все, вымахнул легко, все вытянул. Ну, это Дамас уже его настраивает так, да? Да, 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 да. Тем временем Геварик Погосян перенес на 173 первую попытку. Ну, мне кажется, сейчас не цифры важны, а сейчас важно, что скажет Андрей Диманов. Безусловный плюс, что с волнением первого подхода он поборолся. Ну, минус, что этот подход он потерял. И мне кажется, есть еще один минус, Андрей. Вот так вот с холодной головой. Смотри, как его трясет. Потрясся. Да. Ты понимаешь, что ему нужно в рывке? Ну, 177. 178. Ну, я думаю, что хотя бы надо... Ну, смотри, Литовец Дисболис идет на 177, да? Второй попытки. Я понимаю, что впереди еще и толчок. Андрей Диманов толкать сегодня должен даже лучше, чем в предыдущие годы по логике. Но здесь и соперники не дремлют. У него здесь еще и страховки нет. Это вчера была страховка. Ну, было два... Аптия и Алексей там, они хоть друг друга страховали здесь. Да, они так друг друга подстраховали, что соревновались только друг с другом. И больше их вообще ничего не интересовало. И правильно. Евгений Братан ошибается в третьей попытке на 172 килограмма. И вот 173. Еще один очень опасный соперник Андрея Диманова. Геварик Погасян. Чемпион Европы 2009 года в более легкой весовой категории. 85 он там выступал. А сейчас, видите, уже как год перешел в 94. На 176 идет Андрей Диманов третьей попыткой. Подход очень убедительный, хочу вам сказать. В толчке он начинает 210. Вот, ты знаешь, из всех соперников Диманова Погасян и Дисболис из Латвии. Ну, аж да, вот оно, вот этот действительно идеальный подход, да, просто, армянского штангиста? Даже получше, чем Дисболис. Анатолий Кирику, вторая попытка, 173. Вот, не слабый господин Анатолий Кирику, да? Да, потряхивая, но не удержал. Потряхивая, но у него практически штанга упала за спину, да, но он ее смог силой удержать и вернуть, да? При том, что это 173 килограмма. Смотри, вот момент, да, раз и назад. На 5, наверное, закажут. Диманов? Диманов на 176 заявил третью попытку. 177 Дисболис, 178 Погасян. Ну, вот и... А, сейчас еще на 175 заявил Кирику, да. Понятно, что сейчас в РФК все пока еще не спорят за медали. Здесь, как я понимаю, все пытаются идти по своей собственной готовности. Так ли, Андрей? Потому что Кирику, видишь, вот, но по логике вещей он с Димановым должен спорить, знаешь, он его легче, но пойди 176. Если уж известен подход Диманова. Но нет, видите, молдаване заказывают 175 килограмм. Ну, да. Кирику 210 будет толкать. Вот тут пошла уже, как бы, тактическая такая борьба. Уже за них смотрят и... Но, видишь, пока не переносит почему-то Кирику, потому что, мне казалось, что логичнее было бы на 176 перенести. И третий подход у одного и второго. Ну, сейчас потихоньку началось. Сложный был. Да, сложный был подход у Кирику, предыдущий на 173. Вот то же самое, что было в подходе на 173, но просто уже штанга тяжелее и сил не хватило. Может, не знаю. Если бы, понимаешь, так? Ну, логично. Больше зачем ему было идти, если он чувствовал, что предел там такой-то такой. В принципе, это логично, правильно. То есть они ввели Кирику по его готовности сегодняшней, по его нынешнему состоянию. Андрей Диманов. Третья попытка, 176 килограммов. Третья попытка, 176 килограммов. Сложную ситуацию попадает Андрей Диманов с этапом 177 килограмм в рывке. При том, что и Дисболис, и Погосян имеют по два подхода. Конечно же, потом будет еще второе движение. Диманов собирается начинать 214. Его соперники 205 и 210. Это Дисболис и Погосян. Ну, и они могут перенести. Вот всегда обидно было, когда у меня тоже рывок особенно не шел, когда я занимался, уступал. Но обидно было, что от тебя уходят, и ты ничего не можешь сделать. И начинаешь просто сидеть и смотреть на то, как от тебя удаляются соперники. Да, обидно. Но вся сила Андрея Чмиркина была в том, что потом всем соперникам было очень обидно, когда они уже все сидели. А Чмиркин выходил толкать. Ну, вот Диманову, наверное, сегодня тоже предстоит догонять. Ну, ему предстоит догонять. Просто ребят, по-моему, очень хорошо готовы. Могут и не засчитать. Как тебя начнут? Ой. Считает, да? Считает, да. Вот посмотри на повторе, на левый рот. Да, ручка. Рука, конечно, согнутая. Просто рука согнутая, либо она играла просто? Здесь не видно. Ну, она играет, 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 играет. Нет, ну... Знаешь, мы не будем заниматься двойными стандартами. Если, в принципе, мы не раз уже говорили о том, что этот пункт правил под названием «Играющие руки» нужно вычеркнуть просто по определению, потому что это ничего не дает, кроме как... Головную боль. Головную, да. И, кроме внесения субъективности в, казалось бы, в чистую историю, да. Вот Геворик Погасян, 178. Твоя очередь, Андрей. И искать причины Геворика Погасяна. Потому что по первому подходу ты именно его... Ну, очень легко, да, справился. А здесь что-то ничего похожего вообще. Сорвал Мазуль, да, или что-то... Нет, нет, нормально, нету крови там. По одному подходу и у Дизболиса, Дизболиса и у Погасяна. Дизболис пошел на 182. Загоняет, да? Слышишь, это плюс 11 к результату Андрея Диманова. Это при том, что Дизболис 216 толкал год назад на юниорском чемпионате Европы. Дизболис 216 толкал год назад на юниорском чемпионате Европы. Причините пересчетов. Русские и украдения дегативники. Который Погасян, который все равно это не сильно. Да, и у него, что дальше я не видел. Бегуа Погасян, который прям, влево-плево. Вот и у меня, конечно, все равно явно сладкое долгах. Который anderen frågan на юниорском чемпионате Европы. Кстати, мне еще, конечно, что долго ждал еще, как бы своего подхода уже подостыва уже. Бугасян? Да, Андрей. Вопрос? Остается закрытым или открытым? В данном случае вопрос по газету в рывке закрыт. 173 плюс 2 килограмма. Результат Андрея Диманова. Он получит бронзовую медаль, кстати. Потому что сейчас первый дитсболист. Это уже никак не изменится. Анатолий Кирику второй. Из Молдавии. Сезультатом 173. Ну и точно такой же ТА173 у Геварика Погасяна. Который чуть тяжелее Кирику. Помните, у Погасяна вес максимальный 94 килограмма. Ровно. 0-0-0-0-0. Оримас Дитсболис. Всего лишь 19 лет. Идет на 182. Максимальный показанный результат 178. Ну да, максимума сегодня он не добрался. Оримас Дитсболис финиширует в рывке с результатом 177 килограммов. Ну, честно говоря, отрыв от Диманова на самом деле тоже приличный. 6 килограммов плюс Андрей Диманов тяжелее Дитсболиса по собственному весу. Ну, а плюс 6 килограммов есть в рывке. То есть надо будет плюс 7 идти Диманову от результатов Оримас Дитсболиса по сравнению с... Ну, по ходу Оримас Дитсболиса уже во втором упражнении. Давайте посмотрим окончательную таблицу результатов. Итак, по итогам рывка. Первый Оримас Дитсболис 177, 173. Имеют вид сразу два спортсмена. Анатолий Кирику из Молдавии и Гелорик Погасян. Соответственно, получают серебряные и бронзовые награды. Ну, а Андрей Диманов третий, четвертый. Субъектом 171 килограмм. У нас 10-ти минутный перерыв. Через 10 минут встречаемся здесь же, когда будут продолжены соревнования в этой весовой категории. Не прощаемся. Мы продолжаем свой рассказ о том, как развиваются события на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Весовая категория до 94 килограммов. Вы помните, что Андрей Диманов, вот он на наших экранах, после не самого успешного выступления в рывке, занимает пока четвертое место, с результатом 171 килограмм. На сегодняшний момент, вот сейчас, по итогам рывка, его обходят два спортсмена с результатом 173 килограмма. Это Анатолий Кирику из Молдавии и Геворик Погасян из Армении. Но в другом порядке, потому что Погасян чуть тяжелее Анатолий Кирику. Ну и литовец, 19-летний литовец Ауримас Дицболис на первом месте с результатом 177 килограммов. То есть плюс 6. Андрею Диманову нужно будет отыгрывать, да плюс еще разницу по собственному весу. Но Андрей Диманов тяжелее Ауримаса Дицболиса. Соревнования начались. Первый подход, 193 килограмма, француз Давид Матам Матам. По предварительной заявке Андрей Диманов собирается начинать в этом упражнении 214 килограммов, 205 Дицболис и 210 Погасян и Анатолий Кирику. Вот четыре главных претендента на призовую тройку. Но прежде выступают еще и Давид Матам Матам и Хосе Навара, Евгений Братан и Томаш Жилинский из Польши. Вот эти четыре атлета не принимают участия в соревнованиях, ну в розыгрыше медалей. Ну судя по итогам выступления в рывке. Как ты думаешь, Андрей, то что Дицболис, имея результат 216 килограммов образца 2010 года в толчке, сегодня начинает 205. Это, скорее всего, он перенесет или как? Не знаю, возможно перенесет, может строкуется пока. Ну не знаю, но просто странное решение, понимаешь же, при том, что литовцы, я знаю, что наоборот любят так эффектно выступать, знаешь, и наоборот, если позволяет предварительная заявка заявить сначала там 220, знаешь же, а потом лучше опускать. После неудачных подходов Евгения Братан не могу не вспомнить вот эту уникальную статистику. В шесть турниров, из них две Олимпиады, и на всех соревнованиях у него ноль, и только на двух Олимпиадах зачетные результаты. Вот это о чем ты говорил, вот это вот, или в том движении, или в другом, да? Ну да, тем более либо в рывке, либо в толчке, да. Евгений Братан ошибается, видите, первым подходом, хотя рывок он два подхода очень четко провел, на 165 и на 170. Украина, президент Украины Олимпиады, мистер Анатолий Писаренко. Да, вот видите, объявляют, что в зале находится Анатолий Писаренко, Которому принадлежит феноменальный рекорд, 262 килограмма. Буквально вчера мы об этом говорили. Да, 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 да. Турин Писаренко, в общем, преуспевающий бизнесмен в Украине и президент Федерации тяжелой атлетики на протяжении многих лет. Евгений Братан, вторая попытка, 195, тот же самый вес. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИСТВЕННЫ КАПЛОДИСМЕНТЫ Я слышал, что своим вниманием чемпионат должен порадовать. наш знаменитый олимпийский чемпион Юрий Иванович Захаревич должен подъезжать Ну, я знаешь, я думаю, что это вполне закономерно. Вот сейчас суббота, воскресенье, знаешь же, и я думаю, что мы увидим здесь всех звезд тяжелой атлетики, всех предыдущих лет и это правильно, на самом деле Все-таки с 83-го года не было таких крупных событий в Советском Союзе в России сбиваюсь, да Все олимпийские чемпионы последних лет, все здесь Алексей Петров, Дмитрий Берестов Андрей Чмеркин Я, честно говоря, был уверен, что Василий Иванович Елисеев тоже приедет Наш знаменитого атлета всех времен и народов Ну, Василий Иванович Елисеев сложно человек со сложным характером поэтому, может быть, он здесь и не появится А может быть и будет Может и будет, да «Аллимпийские чемпионы, да и будет, 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 да и будет» «Айдриз Czyvok» «Айдрин» 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 «Аллимпийский – Айдрин» Да, но я так понимаю, что и все, да? То есть вот на всех, кого мы видели из российских олимпийских чемпионов. Да. Но еще есть два дня, так что, может быть... Еще увидели турецкого прославленного. Здесь, кстати, по-моему, что-то я сейчас его не вижу, потому что на легких категориях он был. Это Наим Сулейман Аглу, он приехал сюда. Ну, может быть, он уже, не знаю, улетел. Потому что здесь туркам ловить нечего, как говорится. Евгений Братан, 200 килограмм. Здесь и все румынские олимпийские чемпионы, и Нику Влад, и... Хасапу, по-моему, да? Хасапу Федор из Молдавии. Из Молдавии, да. По-моему, он работает министром спорта Молдавии. Не знаю, но вот здесь с самого начала. Вот, глядя Федерация тоже. Ну что ж, Евгений Братан. Из трех подходов, отпущенных в спорте, видите, все-таки один зачетный сделал 195, но вот 203 подходом не зафиксировал. Мы откровенно ждем, да, когда начнутся соревнования, потому что 205 килограммов, вот этот тот вес, с которого начнет, предполагает начинать Аурнст Дитсболис. И, который пока лидирует в рывке, который является одним из соперников Андрея Диманова. Диманов собирается начинать 214. Пока же Хосе Наварра, 202. Андрей, а вот тем временем, посмотри в зал, ведь второй ярус вот этого баскет-холла тоже уже наполовину заполнен. Да, 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 точно. Не знаю, насколько будет... Сегодня, на самом деле, нас ждут очень интересные соревнования в двух других категориях. Там все-таки, надеюсь, будет открытый чемпионат России, но там такие страсти ожидаются, да? Прежде всего, это женская рисовая категория Наталья Заболотная и Надежда Евстюхина. Там к этой битве, я думаю, что готовится одна и другая. И не удивлюсь, если до мировых рекордов дойдут и одна, и другая. Вот абсолютно не удивлюсь. Да, интересная будет категория. И потом еще мужская весовая категория до 105, там Хаджимурат Акаев и Роман Константинов, двукратный призер Олимпийских игр против чемпиона мира. И тоже, понимаешь, и в женской, и в мужской весовой категории, там есть своеобразный прицел на Олимпиаду. И кто кого, как говорится, знаешь, это очень важно в этой долгой и изнурительной битве за попадание на Олимпийские игры. Знаешь, вот я не в раз говорил, что можно тренироваться, готовиться, выступать до Олимпиады, а потом бац, и не поехать на Олимпиаду вообще. Ну, мы знаем, на самом деле, масса совершенно подобных историй там много. Я считаю, что за последние 10 лет это Владимир Сморчков, конечно же, вот, мастер именно таких историй, потому что он был чемпионом мира за 8 лет, да? Он был, там, выигрывал чемпионаты Европы. То есть на все соревнования, в которые он приезжал, он, во-первых, всегда был в медалях, ну, и, как правило, ну, золотая, но максимум серебряная. Да? И стабильно. И стабильно. И стабильно не попал ни на одну Олимпиаду, ни в 2000, ни в 2004, ни в 2008. Вот три Олимпиады мимо у Владимира Сморчкова. Такой стопроцентный результат. И уникальные еще бывают такие моменты, когда Дмитрий Берестов, не выиграв ни Россию, там, ни Европу, ни девушку... Да, но он очень четко, он четко прошел вот этот вот... Раз и на Олимпиаду и выиграл. Да, и он четко прошел, он чудом попал на эту Олимпиаду. Потому что в этой весовой категории до 105, на какие страсти были, да? И, что называется, олимпийским чемпионом без визелья не становится. Вот Берестову повезло попасть на Олимпиаду, а потом раз, там, он и выиграл. Звезды сошлись. Да, звезды сошлись, да. Ну что ж, 205 килограммов на штанге, и мы ждем появления Олимпиаду и Дитсболиса. Андрей, здесь нужен весь твой опыт. Потому что сейчас вот выходит на помост Дитсболис, лидер в рывке. Он не уменьшил, он не увеличил. Он не уменьшил, не увеличил, идет на 205. Имеет в толчке результат 216. 12 килограммов, но сегодня начинает 205. Посмотрим. Но на грудь взял очень легко. Он так вздохнул, ну, слава богу, думаю. Удержал, да. Но на грудь взял очень легко. На грудь взял легко, но толкая, он ее еле удержал. Уже так вот просел, но удержал. Ну, я думаю, что поэтому они меньше начали, ну, заказали. На всякий случай, да, чтобы перестраховаться в 19 лет, да. Зачетик хотя бы сделать, что-то сразу. Ну, вот этот зачетик, который сразу означает, что Андрей Диманов должен идти 212 минимум. Ну, он так собирался начинать 214. Так что пока еще не страшно. Пускай пока так будет. Ну, 214, я не думаю, что может даже можно было бы чуть съездить там уже. Да, но я так понимаю, что ниже, чем 212 опускаться. Ну, посмотрим, как еще Дисболес еще два подхода в запасе. Конечно же, у Диманова будет плюс то, что он будет уже знать, на что ему надо идти, как говорится. Здесь уже не просчитаешься лишние подходы, понимаешь? Но на 200, пока 206 для Дисболеса, ну, ясно, что он пойдет выше. Он сейчас перезаказал тренера. Он сейчас перезаказал, видишь, но он... Сейчас не так много. Кто хочет выходить на эти веса еще? А нет, видишь, еще Хосы Навара есть еще, да. 210 второй подход. Дисболес заказал 210. А вот 210 уже опасно. Если 210 Дисболес затолкает, то Диманову нужно будет толкать 217. Я думаю, что ему уже надо... Звереть уже надо, чтобы затолкать 210. Ты понимаешь, вот литовцы, они тоже не... Они грамотные тренеры. Ну, еще бы опыт такой. Сыновей тренировал. Да, я знаю, что теперь, Андрей, после того, как ты сам тренируешь своих сыновей, ты считаешь, что это самое великое искусство. Вот выше этого нет. Если ты тренировал сыновей, то, соответственно, ты можешь теперь все. Не то, что великое искусство. Это, я думаю, что вообще это, что и есть искусство. Но узнаешь то, что в жизни, я думал, наоборот. Ну, что там тренер пришел, например, посидел в зале, написал план, спортсмен выполнил там, написал там. Приехал на соревнования, там, вывели, тебя разняли. Как бы, ну, халявная профессия такая. Но теперь мнение, конечно, поменялось. Давид Матам Матам, 207. Третьей попыткой стать вчера 208 в более легкой весовой категории, да, Хианакин затолкал? Из Франции. Да. Да. Не справился. Ну, очень увесен. Синий с пятого года рождения Давид Матам Матам. То есть, ему 36 лет, да? Для французскому атлету. Ну, видишь, продолжает еще выступать свои 36. Хосе Наварра. Хотя, вот, если вспомнить предыдущие годы, то было очень много спортсменов, которые там в 35, 36, почти до 40 лет поднимали. И, в принципе, очень неплохо это делали. Болгары все очень любили. Тараненко в 43 Европу выиграл. Ты понимаешь, да? Мы сейчас говорим уже 36. Белорусский атлет. Да, для нас сейчас нормально, что 18-19, знаешь, они выступают в группе сильнейших и за призы борются. Некогда это было совершенно невозможно. Хосе Наварра. Ну, если бы у нас в стране еще котировались бы там вторые, третьи места, можно было бы еще выступать и выступать. У нас же страна первого места. Или ты первый, или ты уже как бы выпадаешь. Ну, да, вот твои выступления в Сиднее, я думаю, для всех обывателей, это называется, Шмеркин проиграл. Проиграл, да. Да, хотя, в принципе, у тебя бонзорный галец. Лучшая сумма. Это уже история. Томас Жилинский, вторая попытка, 208 килограммов. Кстати, отдай посмотреть, Томас Жилинский. Нет, но у него 166 в рывке, так что он изначально расценивался, как один из двух юниоров, от которых можно ждать что-то неожиданное. Но неожиданности Томаса Жилинский никак не угрожают. Андрею Диманову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот спортсмены с тренерами готовятся, можно сказать, год готовятся и ради часа здесь выложиться, надо помочь. И потом я глядя на них и на наших учителей смотришь и просто душа замирает, уставшие, опустошенные, просто никакие. Ну да, потому что вот Давид Ридет, который выводит всех атлетов, у него после чемпионата мира, когда он закончился, заканчивая самый чемпионат Европы, в большом счете на него страшно смотреть, ему нужно время, чтобы восстановиться, эмоционально восстановиться, прежде всего. Говорит Погасян перенес на 215 первый подход. Говорит Погасян тоже опережает Андрея Диманова на 2 кг в рывке. А вот и готовится уже выйти Анатолий Кирику. Говорит Погасян. Говорит Погасян. Говорит Погасян. Говорит Погасян. Говорит Погасян. Николай Алексеевич, в каком состоянии он готовил чемпионат, чтобы здесь все было готово. Одновременно готовил в Диманово. В Диманово, а еще и сборная по юношам в Зеленодольске на сборах сидит, рядышком здесь под крылышком. Готовится к чемпионату мира в Перу. Как тебе этот подход, Анатолий Кирику? Потому что он тоже соперник Диманова. Как думаешь, после этого первого подхода, на сколько может пойти Кирику? Он заявил 215 для второй попытки. Кажется, вполне может быть. Даже и побольше. Его, конечно, там трясло. Но его трясло, но, мне кажется, он может и опасен тоже с точки зрения Андрея Диманова. 210. Третья попытка Томаша Жилинского. Диманова никак не угрожает. Все ближе и ближе к кульминационной действиям. Их осталось только четверо. Геворик Погосян, Андрей Диманов. Пока еще ни разу не выходили на помосты втором движении. Анатолий Кирику. Первым подходом сходил на 210. Два подхода имеет в запасе. И лидер в рывке из Литвы. Ауриумс Дицболис, которому всего 19 лет. Второй попыткой вот сейчас идет на 211 килограммов. Все из вышеперечисленных опережают Андрея Диманова в рывке. Диманов чуть спустился на 213 килограммов. Будет начинать. Очень правильное решение. Спасибо Ауриумсу Дицболису. Он задачу Андрея Диманова чуть упрощает. Но у него есть третий подход в запасе. У Дицболиса. Ты думаешь, что это нереально, да, уже? Ну, ты знаешь... На грудь взял его подколбашивать конкретно. Но на грудь он берет. Мы видели, да? То есть на грудь он берет. Лихо. Лихо. Ну что ж, сейчас ждем третий подход для Дицболиса из Литвы. И если этот подход будет успешен, то, извините меня, 218 надо будет толкать Андрею Диманову. Сейчас Диманов заявил для первой попытки 213 килограммов. Это очень важный подход будет его. Желательно, чтобы он взял это в первый раз. Ты про Диманова или про Дицболиса? Про Диманова. Или про Дицболиса? Да зачем мне Дицболиса? Ну вот объявили, что у Дицболиса был результат 206 на чемпионате Европы, но у него было и 216. Но сегодня, конечно же, к подобным высотам Дицболис точно не готов. Посмотрим, как 211. 9 секунд осталось. Начинает нервничать. 6, 5, 3, 2. Ну вы сами все видели. Комментарии извлечены. Знаешь, мне кажется, что у него есть какая-то такая ярко выраженная какая-то техническая ошибка, которая действительно не позволяет ему толкать. Вот что-то он делает как-то не так. Я не могу это объяснить. Может быть, ты? Правильно позаметуй. Ну кроме того, что он не толкает. Ну это видно, наверное, движение его смотреть. Ну так идеально брать на грудь. Да, вот он просто. И видно, что он в последнюю секунду, знаешь, что это ничего не лучше. Ноги не потаплив. Вот так. Слышь, углы везде острые. Углы должны быть в коленях туповатые. Тупые, да? Да, а у него все острое. Так он держать очень тяжело. Андрей Диманов. 213 килограммов. Первый подход. Ну что ж, первым подходом Андрей Диманов выводит себя в лидеры наших соревнований. И он обошел Анатолий Кирико. Но соревнования еще только-только начинаются. Два подхода есть у Анатолия Кирику из Молдавии. И пока еще ни разу не выходил на помост армянский шандист Геварик Погасян. Николай Алексеевич выдохнул так колесников. Ну слава богу. Ну да, то есть тройка уже гарантирована. Я не уверен, что сейчас заявили 216 для Андрея Диманова. Конечно же, дальше второй подход Андрея Диманова будет, исходя из того, что сделают соперники. Пока Кирику собирается идти на 215, Кирику имеет у Диманова 2 килограмма преимущества. И Диманов тяжелее. Проверим в этот случай. Да, тяжелее. То есть ему нужно будет все время идти плюс 3. То есть если 215 Кирику зафиксирует, то Диманов, соответственно, должен будет переносить на 218. Ну и так далее. А вот с Погасяном немножко другая история. Потому как Погасян тяжелее Андрея Диманова. Также 2 килограмма выигрывает в рывке. После удачного подхода на 200. Ну после неудачного подхода Геворика Погасяна на 215, Диманов может идти, а кому нравится. А вот после удачного плюс 2 килограмма. Что случилось с Погасяном? Я знаю, что обычно ты не ошибаешься, Андрей. То, что первый подход в рывке тебя ввел в заблуждение. Пока все остальные только брак в исполнении Геворика Погасяна. Да я не знаю, зачем они на 15 заказали, когда надо было 10 начинать. Вот опять же, вот 3 подхода. Ну идите, толкай 10, потом иди на 15 вторым. Ну видишь, они перенесли на 5 больше. Не знаю, может быть травма какая-то у Геворика Погасяна. Так тем более надо снижаться. Но зато на все подходы сил не хватит, может быть сократить. Засчитают, да, это пока? Да, все три. Молодец. Засчитывают 215 Анатолий Кирико. Ну что ж, Анатолий Кирико стал номером один в наших соревнованиях. И отправляет Андрея Диманова на 218 килограммов. Не думаю, что этот перенос будет в течение ближайших минут и полутора. Пока еще, вот смотри, перенес Геворик Погасяна на 218. На 216 перенес. Не знаю, но видимо, просто еще время ему понадобилось. Отдохнуть даже. Диманов идет на 216. И пока ни о ком переносе разговор не идет. Перенес. Перенес на 218 Андрей Диманов, да. И еще раз Геворик Погасян. Я не знаю, что он выиграл, Геворик Погасян, перенося на 216. Потому что Диманов перенес. По крайней мере, какого времени дополнительного он не получил. Может, мы просто не знаем. Может, действительно какая-то травма. Знаешь, он понимает, что есть как бы такой вот на один подход. Если он сработает, то замечательно, знаешь. На груди-то хорошо берет. Знаешь, он не только хорошо на груди берет, но он еще и хорошо толкает. Знаешь же, вот если бы это было бы первым подходом, понимаешь, да, я бы, если бы не было бы первого подхода в толчке, я бы испугался. Понимаешь, как ты закономерно совершенно испугался, увидев его на 173 в рывке в первом подходе. Потому что он тоже был безухаризменный. Потому что безухаризменный, и все понимают, что еще есть резерв некий, да? Вот здесь то же самое. Но мы видели и столько неудачных подходов уже здесь, на этом турнире. Геворик Погасян. Вот именно, что вот такие вот подходы, я думаю, что они украшают соревнования. Что думаешь, ну вот он сейчас вроде бы там вот этот выиграет. Нет. Он не выиграл там другой, поднял, не поднял. И вот эта интрига... Нет, ну сейчас игра, на самом деле, интрига идет. Сейчас игра, когда три атлета действительно пытаются друг друга из себя выжать максимум, чтобы загнать соседа, знаешь? Но это... Вот Анатолий Кирику пытается отправить на 220 килограммов Андрея Диманова, да? Угу. Идет на 217 сам. Идет на 220, или как, или на 218 все-таки выйдет? Страшно рисковать. Надо идти на 220 сейчас, да? А потом смотри, что сделает Погасян, и чтобы остался еще третий подход в запасе. Почему 219? Как 219? Подождите, секундочку. 93-09 Кирику. 93-90 Диманов. То есть Диманов тяжелее. Разница 2 килограмма в рывке. Почему он идет не плюс 3? Почему не 220? А для того, чтобы обойти Геварика Погасяна, ему хватило бы и 218. Зачем этот перенос на 219, Андрей? Не знаю. Молодец. Бежи, 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 бежи. Ну, действительно, по всей видимости, они просто не успели. Ну, есть же правило, не больше там 3-х перезаявок, да, можно сделать? То есть 3 перезаявки уже сделали на 219, а потом 220 уже не могли. Ну, а сейчас вот этот подход на 219 Андрея Диманова на первое место не выводит. Ну, ничего, ничего. Нет, есть еще третий подход в запасе, но... Все в руках. Да, нет, но все в руках, да. Но просто это не... Ты понимаешь, что 219, 220, но это очень близко для этой весовой категории. Сейчас бы, если он 220 затолкал бы, он был бы первым уже в ситуации. Значит, третий подход есть. Ну, я понимаю, да, но это же еще... Шанс есть. Шанс есть, но это еще и... Риск. Риск, да. Ну, вот Погасян идет на 220. Будет тогда идти потом на 222. Да. Ну, что ж, один единственный подход остался у Андрея Диманова. Андрей Диманов сейчас второй в сумме. Первое место у молдавского сангиста Анатолия Тереку. Третий – Гелорик Погасян. Понятно, что все в руках Андрея Диманова. Он идет на 220 килограммов третьей попыткой. Ну, задача непростая. Андрей Диманов у себя дома в Казани. Последним подходом идет за золотой медалью. Да, вот кто-то кричит, уважаешь земляков зала. И он их отделает. Да, непростую задачку поставили Андрею Диманову, а, тренеры? По большому счету, а? Молодец. Нет, но ты понимаешь, что ему два раза ванфайре вторым и третьим подходом почти на один и тот же вес. 219-220. Не попав в заявки, да? А я понимаю, что это вот... Заставил поволноваться всех. Нам уже молоко... За вредность. За вредность. Все подавали. Да, но хорошо то, что хорошо заканчивается. Дома, да. Я очень надеюсь, что Антон Леонов сможет взять интервью у чемпиона. Принимает поздравления Да, давайте посмотрим Андрей Диманов первый 220 в толчке В одном движении Первый Анатолий Кирику Второй Анатолий Кирику 217 килограммов 216 у Геворика Погасяна Вот эта тройка Призеров В отдельном В одном движении Давайте послушаем Андрея Диманова О результатах мы потом вам расскажем Андрей, мы поздравляем вас с этой золотой медалью На вашем домашнем чемпионате Европы Многие ваши коллеги называли вас именно хозяином Этого чемпионата Европы Ну опишите, что вы сейчас чувствуете? Я просто счастлив Такая поддержка зрителей чувствуется Очень сильная Рад своей моей результату В первом упражнении очень волновался Не совсем удачно выступил Во втором собрался и Сделал то, что надо Поэтому спасибо всем, кто болел за меня Будем продолжать в том же духе Скажите, а родные трибуны все-таки оказывали на вас больше давления или все-таки поддержку? Поначалу давление, а потом как-то освоился и уже играл роль поддержки Ну трибуны все-таки пришли Мама, друзья, родные Мама побоялась по телевизору смотреть И большой привет А папа и сестра пришли Спасибо большое, Андрей Поведай Ну что ж, видишь, мама все-таки решила Что молоко за вредность будет около телевизора получать Мама очень тяжело переносит Все-таки выступление сыновей Как можно легко переносить Вот эти вот соревнования Ну, в общем медальном зачете Здесь сборная России вышла на первое место Я думаю, что в этом никто и не сомневался И дальше это первое место Судя по составу участников Уже будет только укрепляться Никаких изменений здесь уже быть не может И все-таки, знаешь, тяжелая атлетика Это индивидуальный вид спорта И здесь, конечно же, надо считать медали Пересчитывать так, сяк, иначе Но по большому счету Этот чемпионат Европы вообще российский чемпионат Он проходит в России И здесь и российские спортсмены устраивают Вот такие роскошные турниры Понимаешь, не каждый чемпионат Европы Может похвастаться просто такой борьбой Вот как сегодня Ну и российская Ну, понимаешь, Азаболотная и Юстюхина Которая будет А Акаев, Константинов Давайте поздравим Николая Колесникова И надеюсь, что это сделает Антон Леонов прямо сейчас Николай Алексеевич, мы поздравляем вас Также с золотом чемпионата Европы Вы все-таки были одним из инициаторов Вообще проведения чемпионата Европы Здесь, в Казани Что чувствует теперь тренер чемпиона? Ну, сбылись все мечты, которые мы хотели Стать чемпионом Европы Они сбылись Мы как бы поддержали ту традицию Которая у нас уже сейчас идет Поэтому я очень рад Очень благодарен Андрею То, что в такой сложной ситуации Все же удалось ему выиграть Ту золотую медаль, к которой он стремится Скажите, пожалуйста А какие мысли у вас творились в голове После, ну, вот не совсем удачного рывка? Вы знаете, он уже не первый раз так меня беспокоит За него в этой ситуации Но у меня было внутреннее такое чувство Что во втором упражнении он должен хорошо выступить Спасибо большое Хотелось бы, конечно, узнать Все-таки, что произошло там С этой заявкой на 219-220 килограммов Почему так получилось, что Андрей Диманов Вынужден был дважды Вторым и третьим подходом Выходить на почти один и тот же вес, да? Я думаю, что уже это Как бы не важно уже, да Потому что у нас чемпион Я думаю, что там это уже, да Ушло в историю Ну что ж Хотя там, да Правильно ты заметил Что тут там заминка была Там, понимаешь Вот на мой взгляд Действительно Они перенесли сначала Непросвещенный взгляд Первый был перенос на 218 Не, на 216 Потом второй перенос на 218 И третьим переносом Они почему-то сделали на 219 А на 220 А потом поняли, что надо переходить на 220 И вот это уже правильно заключено Да, да Короче Ну а 219 Непонятный вес Потому что он Даже с точки зрения игры С Гевориком Погосяном Он тоже был Получается Не нужен Ну с другой стороны Этот вес давал Дальше Борьбы Еще третьим подходом Нет, ну третьим подходом Все давал Я понимаю Нет, знаешь Знаешь, вообще Победителей не судят Победителей не судят Это точно Знаешь же Все выиграли Все замечательно Все хорошо Знаешь же Ну Молока нам За вредность Надо бы добавить Вот так я скажу Ладошки влажные Сижу Поднимаю Мельчислик Да Ты уже Начиная с категории Допутей Сы 6 Поднимаешь Олимпийский Чемпион Семья Олимпийский Чемпион Семья Федерации Державая В Ну что ж, вот тройка призеров. Геворик Погосян, Анатолий Кирикон из Молдавии, ну и победитель Андрей Диманов. Геворик Погосян, Анатолий Кирикон из Молдавии, ну и победитель Андрей Диманов. Геворик Погосян, Анатолий Кирикон из Молдавии, ну и победитель Андрей Диманов. Геворик Погосян, Анатолий Кирикон из Молдавии, ну и победитель Андрей Диманов. Ну что ж, гимн в честь победы Андрея Диманова. Геворик Погосян, Анатолий Кирикон из Молдавии. Геворик Погосян, Анатолий Кирикон из Молдавии, ну и победитель Андрей Диманов. Геворик Погосян, Анатолий Кирикон. Геворик Погосян, Анатолий Кирикон. Ну что ж, церемония награждения еще не закончилась. Сейчас будут вручены медали в отдельных видах программы. Сначала рывок. В рывке, вы помните, это, кстати, нам дает возможность еще раз помнить, как проходили эти соревнования. В рывке Андрей Диманов 171 килограмм зафиксировал вторым подходом, смазав первый и третий подход на 176. И поставил себя в очень неприятное положение. И мы, честно говоря, все вместе очень волновались. При очень. При очень, да. Но Андрей Диманов даже не попал, видите, в тройку призеров. При том, что он выиграл итог. Четвертым. Да, он был четвертым в рывке. Ну, а лучший результат в рывке показал 19-летний литовский штангист Оримас Дизболис. В целом 177. Кстати, на завтра, как говорится, очень опасно. Не сегодня, а на завтра. То есть там чемпионаты мира, чемпионаты Евросоюза следующие, да. Когда в 19 лет рывок 177 более-менее спокойно и уверенно. И толчок может быть прогрессирован. Так что я думаю, что мы еще не раз поговорим о Дизболисе на различных международных соревнованиях. Но не зря говорят, что насчет это король тяжелой атлетики. Поэтому Андрей Диманов толкает третьим подходом 220 килограммов. Получает заслуженную золотую медаль в этом отдельном выбранном движении. Ну и становится чемпионом Европы. Евроих Погасян и Анатолий Кирико в втором движении, соответственно, третий и вторые. И за это Андрею Диманову сейчас вручат и еще одну золотую медаль. Правильно? Да. Очень красивые медали такие сделаны. Специальные. Да. Ты обойти не знаю, что любопытно, да, Диманов сказал в интервью? Потому что, конечно, сначала и помешало то, что все происходит в конце. Давило. Давило в него, да. Но потом, видишь, в последнем подходе, когда встал, вязал, заказычал, встал. И сразу отпустило, да? Да, как будто перед грозой разрядился воздух. Ну что ж, сегодня на этом далеко не все. Мы поздравляем Андрея Диманова, Николая Колесникова, Давида Адамовича Ридерко. Всех-всех-всех поздравляем. И всех, кто здесь следил и болел за Андреем Димановым. Я думаю, что в Катарстане, в Казани делало очень много народа. Да и не только. Национальный праздник. Да. Но сегодня нас ждут еще другие соревнования. Нас ждет еще две весовые категории. Заболотный Евстюхинов 70 до 75. Это женские программы чемпионата Европы. Но вечером Каджимурат Акаев против Романа Константинова. Я думаю, не так будет звучать главная интрига в этой весовой категории. До 105 килограммов. Здесь же в рамках чемпионата Европы. На группу поддержку из Кабардино-Болгарии я уже заметил в Випложе. Да. Уже все здесь. Ждем и мы. Но ждем недолго. Меньше чем через час. Чемпионат Европы продолжится. Так что мы с Андреем Чнеркиным с вами не прощаемся. Спасибо.